Друзья мои, приветствую! Прекрасный наш союз! С вами, как всегда, Алексей Азаров. На дворе у нас ночь, 4 утра, ливень. А это значит, что пора приступать к моим любимым обязанностям и рассказать что-то интересное в нашей рубрике «Озорные заметки», в которой вы можете найти наш плейлист в ютубе, и там много найдете интересного, что касается миграции и покупки недвижимости в Италии. Данная сегодня тема будет посвящена НДС, Imposto sul Valore Adjunto по-итальянски. НДС в Италии бывает 4, 5, 10 и 22%. 22%, например, облагаюсь я как профессионал, профессиональные услуги, как бы, да, оплачиваю, вы мне оплачиваете мое вознаграждение, там, 4% плюс НДС, вот, 22%. 10% сегодня будем с вами освещать данную тему, 10% это основные важные продукты питания, вот, и также реконструкция или строительство новых зданий, то есть у нас сегодня будет с вами тема посвящена 10%, вот, 5% и 4% в основном это также необходимые продукты питания, хлеб, молоко, пиво тоже входит. Вот, розмарин, кстати, облагается 5%, как ни странно, пиво, по-моему, 10% облагается НДС пива, вот, ну, не важно. Сегодня с вами поговорим про НДС, который вы должны оплачивать при покупке недвижимости, новой недвижимости, то есть, например, я сейчас там продаю, все ругаются, почему нету цены на сайте, там, данную виллу, данная вилла новой постройки, 2024 года, здесь цена у нас 4 миллиона, смотри, какая там две виллы, 4 миллиона 500, 4 миллиона 200, это цена плюс НДС 10%, так как это новая конструкция, вот. Вот, зачастую, к сожалению, мои коллеги умалчивают это, и характерно, это для вас потери денег, нервов и времени, что самое печальное, потому что, когда вы приходите и видите, например, какой-то объект, который вам понравился, новые апартаменты, новую виллу, да, она вам понравилась, легла сердцу, вы уже там живете, поставили здесь диванчики, уже практически зажгли камин, оплачиваете залог, и потом узнаете там в конце, что необходимо вместо 500 тысяч заплатить еще 50 тысяч НДС, вот, плюс работа нотариуса, плюс работа агентства, и того у вас, получается, дополнительные, например, там, 100 тысяч, которые вы там не рассчитывали, вот. Как рассчитываются данные НДС? НДС, как всегда, у нас идет, как покупки первого дома, как покупки второго дома, вот. Ранее мы с вами озвучивали, можете также посмотреть видеоролик по налогам, первый дом, второй дом, расскажу вкратце, что если вы покупаете вторичное жилье, покупаете как первый дом, это 2% от кадастровой стоимости, если вы покупаете жилье как вторичное, как свое неосновное место проживания, то это 9% от кадастровой стоимости. В нашем случае с НДС вы оплачиваете, если при первый дом, это ваше основное жилье, вы оплачиваете 4% от коммерческой стоимости. То есть, если, опять-таки, будем разбирать данную виллу, там, 4 миллиона, умножая его на 4, вот, получается, 160 тысяч вы должны оплатить НДС. Если мы разговариваем с вами про вторичное, то есть, про неосновное ваше место жительства, то вы оплачиваете 400 тысяч, то есть, 10% от коммерческой стоимости. Но это еще не все. У нас еще есть такое понятие, как люкс-недвижимость. Категория, то есть, например, А1, категория, это люкс-апартаменты, А8, это люкс-виллы, А9, это костейли, там, замки какие-то, вот. Все остальное, это не входит в люкс. То есть, А1, записываем, А8, А9. То есть, вы тоже всегда спрашиваете, какой категории данная недвижимость. Так вот, данная категория недвижимости люкс, вы будете оплачивать 22% от коммерческой стоимости, потому что это категория люкс. Да, это существенно, но как есть. Поэтому, когда приходите на новый объект, смотрите, выбираете апартаменты или виллу, как бы, да, в данном случае, опять-таки, данная вилла категория А7, то есть, обыкновенная вилла, вот. Вот, здесь вы оплачиваете или 10, или 4% от коммерческой, всегда повторяюсь, не кадастровой, а коммерческой стоимости, вот. Естественно, наша задача в основном, как всегда, это данный НДС глубоко запихнуть обратно продавцу, кто продает, как бы, да, в основном это компании, продают редко когда частники, чтобы данная сумма налогов не попала на ваши хрупкие плечи, вот. Поэтому, так же еще и гараж, да, то есть, мы стараемся максимально данный НДС, как бы, свести к нулю, потому что, в основном, зачастую, не сразу продаются объекты, и у нас, естественно, с продавцом возникает диалог о том, что, ну, давно не продают, потому что НДС большой, предлагаю, как бы, сделать скидку, еще скидку, еще скидку, как бы, и выйти на адекватный уровень цен. Ну, опять-таки, это не зависит от продавца, это по закону. По закону вы обязаны оплачивать НДС, если здание велось в эксплуатацию, грубо говоря, там, в течение 5 лет. 5 лет и 1 день, вы уже, опять-таки, по усмотрению продавца, потому что у него есть право, если он НДС до конца не слил, вот, он имеет право, но, опять-таки, тоже редко, он имеет право вам через 5 лет также выставить сумму с НДС. Но, в основном, тоже идут на встречи, и уже делают вам откадастровые стоимости, да, то есть, тоже будьте внимательны насчет этого пункта, чтобы четко было прописано, даже если 5 лет прошло, что там налоги вы будете оплачивать, в предварительном соглашении я имею в виду, налоги вы будете оплачивать от кадастровой стоимости, чтобы не было у вас потом сюрприза, что в итоге на нотариальном акте, опа, и опять возникли там 400 тысяч, 10% от коммерческой стоимости, то есть, а не 9%, там, не знаю, 30 тысяч от кадастровой стоимости, да, то есть, это большая разница, поэтому тоже это будьте внимательны прописывайте в договорах, когда заключаете предварительное соглашение, вот, будьте внимательны. Дальше у нас еще такой аспект, не только новые конструкции, да, то есть, когда там заливают железобетон и строят, также в эту категорию попадает и капитальное строительство, извиняюсь, капитальный ремонт, то есть, есть старое здание, его там все выносит, заново заносит, это тоже попадает от НДС, и вы оплачиваете НДС также от коммерческой стоимости, то есть, тоже будьте внимательны, перед тем, как заключать предварительное соглашение, всегда требуете изначально смету, но это, в принципе, и так логично, перед тем, как ввязаться в драку, вы должны понимать, что вам за это будет, правильно, или синяк, как бы, или сломанный нос, поэтому будьте, как всегда, внимательны, наша задача моего канала, чтобы даже если вы не пришли к нам, пришли к другим агентствам недвижимости, потому что мы не можем объять необъятное, вот, конечно, будем рады, если вы к нам будете приходить, но, в любом случае, наша задача, чтобы вы чувствовали себя юридически, в юридической безопасности, когда покупаете недвижимость. Далее вы оплачиваете регистрационный фиксированный налог, кадастровый фиксированный налог и ипотечно фиксированный налог в размере по 200 евро, то есть это 600 евро, вот, естественно, вознаграждение недвижимости, вознаграждение агентства недвижимости, оно бывает там от, не знаю, от 3% в Милане, 8% от стоимости жилья, плюс НДС 22%, и плюс работы нотариуса, то есть это все вы должны себе записать и требовать от агента недвижимости заблаговременно предоставлять сметы, прежде чем вы подпишете предварительное соглашение, потому что потом по практике, опять-таки, могут быть потрясения нервные, вот. На данном небольшом ролике я с вами ненадолго прощаюсь, в понедельник, как всегда, выйдет Алексей Азаров, но уже с четырьмя урожаями в год, будет показывать море, солнышко, хорошую погоду и прекрасное настроение. Все, пока!